Насколько я могу судить, проблемы тяжелого августа для России имеют примерно ту же природу, что и проблемы тяжелого дня понедельника. В августе, во-первых, очень большая часть работников, причем, как правило, это работники высшей квалификации, уходят в отпуск. Ну, понятно, что работники высшей квалификации могут сами выбирать, когда им отдыхать, и выбирают самое удобное для этого время. Кроме того, в августе, именно из-за того, что много народу в отпуску, журналисты испытывают дефицит актуальных тем и раздувают даже мелкие события до катастрофического размаха. Допустим, реальный ущерб от наводнений на Дальнем Востоке сейчас, в общем, вполне сопоставим с ущербом от одного типичного урагана, какие там проходят за год штук по 10. Но поскольку другие ураганы проходят в другие месяцы, то журналисты о них пишут намного меньше. Ну и третья причина – это так называемый самосбывающийся прогноз. То есть, если вы уже верите, что в августе должно что-нибудь страшное произойти, то у вас будут просто трястись руки от страха, что вот-вот это случится именно с вами. И, соответственно, резко растет риск по анекдоту уронить сапог на пульт. Редактор субтитров А.Семкин